В прошлой серии по Оксигену мы начали плотно заниматься космосом. Поэтому пока Игорь нервно начёсывал животных, в другой части базы уже построили ракету и отправились в первый космический полёт. Который, внимание, не закончился трагедией. На этом всё интересное только начинается, поэтому наливайте себе чай, не забывайте про лейсы. Всем приятного просмотра. Давайте, наверное, знаете что? Я запущу ракету? А, нет, не запущу, она пока заправляется. Думал, сейчас запущу ракету, пока она полетит. Я буду рассказывать, пока я расскажу, она прилетит. Но нет, уже в начале серии планы рушатся. Как вы помните, мы пока не особо лётоспособны, потому что у нас паровой двигатель. А для того, чтобы летать чуть дальше, чем до первого небесного тела, нам нужен новый двигатель. А если бы точнее, то керосиновый. В принципе, сегодня это и есть наш основной план на серию апгрейдить ракету и не просрать колонию. Мне вот интересно, Блидун, он как бы вот играет в Counter-Strike, в VR. Сможет ли он этими знаниями потом дать нам новый двигатель? Типа, весь прикол в том, что эта штука для исследований, она использует базы данных, которые мы добываем с космоса. И, типа, такой вопрос. Сколько ракет нам нужно? Нет, я когда он сказал, сколько нужно базы данных для одного исследования? То есть, через сколько полетов мы сможем уже эту штуку прокачать? Потому что вот он, керосиновый двигатель. Это, конечно, вопрос интересный. Я ни в коем случае ни на что не намекаю, но есть в моей голове мысль, которая так и просится наружу. Как вы думаете, стоит ли озвучить ее? Даже не знаю. Ладно, промолчу. Так, погоди, стоять! Какого хрена? Двигатель не заполнился! Ты куда полетела? Я сейчас ничего не понял. Подожди. Телескопиция. Так. Ракета сюда пошла. Двигатель был заполнен не на массу. Ой, ну, не на максимум. Типа, моя ракета настолько умная, что она рассчитала количество топлива до первого небесного тела и решила, что не стоит дозаправлять двигатель до конца. Ну, короче, все как обычно. Либо ракета умная, либо я тупой. Кстати, пока наша ракета гуляет по космосу, я думаю кое-что сделать. В прошлой серии мы из космоса достали вот такую штуку под названием генератор щита. И мне в комментариях поступило как бы много советов. Особо одаренные гении писали, что этот щит нужен для того, чтобы защищать базу. Мол, это аналог бункерных дверей. Но хорошо, что знающих людей оказалось больше в комментариях. И мне объяснили, что это просто украшение, артефакт, который можно взять и поставить как украшение. Я уже построил внизу пьедестальчик для этой штуки. И здесь мы... Так, в смысле, еда протухнет же. Какого хрена, керосин. Мы что, капнем керосины сюда? А, это типа... Все что угодно можно сюда влепить. Вот, я влеплю щит. Если смотреть по декору, то она дает плюс 65. Интересно, это пьедестал дает плюс 65 или сам щит? А, в общем-то, и плевать. Вообще, похуй ее. Да здравствует наша родная ракетка. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Приземление прожило успешно. Нам дали снова базы данных и... Что это? Странный кирпич? Так это смартфон. Вон там звонок, снежинка. Это, наверное, для зимы. Смартфон. Ты че, дурак, блядь! В общем, пусть наша ракета заряжается дальше. Точнее, заправляется. Эту штуку мы поставим на пьедестал. Эти штуки мы переработаем в знания. Исследования пока потихонечку идут. Но, как говорится, они пока не пришли. Поэтому пусть наша ракета летает. Дубликанты изучают. А мы просто будем ждать. Ждать, пока двигатель можно будет заменить на керосиновый. Керосиновый. Итак, прошло примерно 30 циклов. И у меня есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая новость в том, что... Произошло... Серьезное... Допущение. Мы с вами пропустили юбилей колонии. А именно, пятистолетие. Как говорится, праздник не задался. Дубликанты устроили митинг. Ну, а хорошая новость в том, что... Плохая всего одна. Все это время я не сидел сложа руки. И помимо того, что я исследовал керосиновый двигатель, я на его базе построил целую ракету. То есть, давайте разберемся. Смотрите. Первым слоем идет керосиновый двигатель. Потом идет топливный бак для него. Еще один топливный бак. Потом идет топливный бак с окислителем. То есть, с акселитом. Который позволяет нашему керосину, типа, гореть. Далее идет научный модуль и... Это... Головка. Но проблема в том, что можно было бы сделать его выше. Но мне просто было лень переделывать автоматику. Поэтому запустим как есть. Мне уже хочется полететь не на первую планету, а куда-нибудь далеко. Кстати, насчет планет. В небесных телах, которые мы исследовали, появилась разрушенная планета. То есть, уже прямо сейчас мы можем отправиться на землю. Которая обычно летает на фоне. Почему-то сейчас ее нет. Наверное, мы... Типа, жопой к ней. А, во. Все. Вот она прилетела. Вот на нее мы сегодня и отправимся. Ракета, в принципе, в полной готовности. Баки с керосином заполнены. Акселита достаточно. И да, кстати, я чуть не забыл. Я дополнил автоматику для нашей ракеты. Теперь выход из ракеты идет не напрямую в модуль И. А через модуль И. Ой. Короче, если говорить проще. Была проблема. Когда ракета взлетала, это самое событие могло попасть под метеоритный дождь. И наши дверцы, которые открываются для взлета, пропускали очень много метеоритов, которые не должны сюда пролетать. Поэтому теперь, когда ракета готова, она идет не напрямую в нашу штуку, чтобы запустилась и полетела, а еще и через эту штуку, где у нас есть дополнительные условия, которые как бы зависят от метеоритного дождя. Твою мать, я пытаюсь сказать все проще и проще, получается все сложнее и сложнее. Короче, теперь ракета не взлетает во время метеоритного дождя. Вот. Почему я так сразу не сказал? Короче, все, Кент. Давай. Твой путь вперед. Назад дороги нет. Ага. В чем проблема? Мое расстояние полета 40 тысяч километров. Ладно, давайте попробуем добавить немного акселита. Вот, полторы тысячи. Если от этого не изменится эффективность нашей ракеты, то проблема в том, что не хватает жидкости. А именно керосина. А, ну вот, все, это другое дело. Нам реально не хватало немного акселита. Цель в недосягаемости. Да в смысле? Какая? Кого? 50 тысяч, я могу, все, беленькая. Так. Цель выбрана, космонавт есть, есть автокостюм, все есть, все хорошо. Так, выбираем землю. Цель не выбрана. Э, я выбрал. Это уже не смешно. Я хотел полететь на родную планету, посмотреть, как там деревья есть. А в итоге придется лететь на какой-то шарик. Шарик синий. Вот он. Рядом с землей. Углеродный астероид. Говно и пахнет. Чувствую отсюда. Ну что, тогда на луну полечу. Там хотя бы сталь есть. Поэтому это будет довольно-таки прикольная миссия, думаю. А главное полезная. Оп, пошла жара. Ну, лети. Углекислый газ. Ну, в принципе, это логично. Мы же сжигаем керосин, получаем углекислый газ. Когда был паровой двигатель, тут выбрасывался супергорячий пар. О, смотри. Пропал датчик с акселита. А эти остались. Ты куда без датчиков полетела? Так, ладно. Пока ракета в космосе, давайте посмотрим, что нового у нас на базе. Первым делом поговорим об акселите. Тут, в принципе, все просто. Эта штука вырабатывает акселит при помощи кислорода и кусочков золота. А так как акселит, он как бы испаряется, то здесь разлито некое количество воды. Когда он сюда падает, он испаряться прекращает. Здесь же находятся склады с этим самым акселитом. Водород, который вырабатывает наша космическая лизерка, он как бы все время шел в космос. Но я подумал, зачем? Можно же пустить на охлаждение. Тем более он у нас в избытке. Какие же долгие сохранения, господи. А, ну в принципе все. Больше ничего нового на базе нет. Ну, разве что саксофон. Теперь дубриканты могут как бы подуть в трубку. Если вы понимаете, о чем я. Если честно, я и сам не понял, о чем я. Господи, какой я даун. Я полетел на Луну, чтобы найти там сталь. Каким образом я привезу оттуда сталь, если у меня нет грузового отсека на ракете? Ну вот, почему-то, когда я пью воду, я глотать ее не забываю. Вроде бы элементарная вещь. А вот как в космос лететь, за ресурсами, то Сергей без грузового отсека. Не, ну не гений, гений же. Да. Итак, прошло немного времени. Наша ракета вернулась. Вообще, с грузовым отсеком не такая кринжовая ситуация получилась, потому что... Я бы не поставил его в любом случае. Потому что он не исследован. Так что здесь моя ошибка была в другом. Надо было сразу ракету переделать. Потому что лететь с одним научным модулем, это, как говорится, ну, мягко говоря, позор. Так, я не понял. Я не понял. Я не понял, какого хр... Нет, да, стоп. Ээ, ээ. И я... Подожди, дай подумать. Что произошло? Какого хрена? Красный сигнал. Зеленый сигнал. Зеленый сигнал поступил... Отсюда? Метеоритные потоки. Твою мать. Какого хрена? Ты же на ракету был нацелен. Типа ракета нет, нет и нацеливания. Ты что, дебил? О, кстати, смотрите. Я уже практически достроил до края карты наши двери. Вот это тварь! Скоро ты не сможешь так сделать. Живи с этим. Живи с этой мыслью. Ты проиграешь. Ссанный горящий камень, падающий с неба. Короче, какой план? Надо просто взять и... Всю эту систему... Перенести... Отсюда. Чтобы головка была сверху. А по центру было три научных модуля. 2000 лет позже. Ну, вроде как у меня все получилось. Это выглядит теперь более... Странно, но функция та же. Да, ракета дает сигнал... Сюда. Чтобы сигнал отсюда вышел, нужен также сигнал от неметеоритства. Допустим, оба сигнала у нас есть. Сигнал идет дальше вот сюда. Это у нас или, поэтому за счет всего одного сигнала ракета взлетает, закрываются шлюзы и открываются двери. А когда ракета прилетает, то сигнал от ракеты приходит в эту штуку или... И у нас снова открываются двери и убираются шлюзы. Не знаю, зачем я второй раз это объяснил. Потому что все осталось так же. Просто выглядит по-другому. Так, ладно. Построить я построил. Давайте проверим все это в деле. Куда мы с вами можем отправиться? Я бы сюда, конечно, отправился, но нельзя. Тут, правда, есть кое-что повыше. Это у нас планета земного типа. Какая-то, только не разбитая. Но проблема в том, что она слишком далеко. Я вряд ли до нее долечу. Давайте посмотрим, сколько у нас максимальное расстояние. 58 тысяч? Так это позор. Позор всего моего выживания. Есть у меня одна идея. Давайте посмотрим, что даст твердотельный ускоритель. Сжигает чисто железо и акселит для увеличения дальности полета. Так. Акселит у нас есть. Железо у нас есть. Главное все это заправить. Наверное, я уберу один модуль. И вместо него вставлю ускоритель. Угу. Так. Все, он заправлен. Давайте посмотрим теперь. Плюс 5000. Вы серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Я понял. Разработчики, я так понимаю, не зря сделали... Блять. Сори за мат, конечно, но в моем городе никто не живет, кроме меня. Поэтому вы из другого города и что вы мне сделаете? О чем я говорил? У нас пробел здесь такой находится. Он, я так понимаю, не случайный. Чтобы между 5000 тысячами, то бишь керосиновым... Керосиновый этап. Вот между ним и этой планеткой очень много расстояния. Я так понимаю, это как раз таки намек разработчиков на то, чтобы... После этого я переходил на водородные двигатели. Ну блин, я даже не успел попользоваться даже керосиновыми. Короче, как я понимаю, есть два вида топлива. Само топливо, это либо керосин, либо жидкий водород. И для них нужен, как бы, кислород, чтобы все это сгорало. Кислород тоже может быть двух видов. Либо твердый в виде оксилита. Либо жидкий в виде жидкого кислорода. И, как я понимаю, типа, вот этот второй, он как бы более крутой, чем первый. Но у них разные баки. То есть, в этот бак я не смогу залить жидкий кислород. А значит, я 100% ограничен 50 тысячами сейчас. Или нет? У меня родился план. Как говорил мой дед, топлива мало не бывает. Я поставил еще один жидкостный бак. И еще один окслительный бак. Стоп. Стоп, что? Чего? Вы че? 30 тысяч максимально. Штраф веса. Какая хитрая оказалась игра. То есть, нужно улучшать не количество топлива, а качество. Потому что, чем больше количество, тем больше вес. А это плохо. Потому что этот вес нужно как-то тянуть. Должна быть тяга. Ох, Сергей, да уж. Получается, мы в симулятор Миньета играем. А не в Оксиген. Хотя, стой, погоди. Я не проверил еще. Керосин. Возможно, это решение. Все. Бак заполнен. Каждый бак заполнен. Контрольная проверка. Так. Твою мать, это не то. Короче, 50 тысяч в итоге получилось. Но мы можем попробовать выгрузить акселит лишний. Смотрите, минус 57 тысяч. Нам нужно, чтобы был 90. Получается, штраф 57 тысяч. Нам нужно сделать так, чтобы штраф был... Короче, к черту математику. Давайте просто сделаем вот так. Выгрузим весь акселит отсюда. Итак, моменты истины. Да! Что, да? А, это 80 тысяч. Твою мать, как повезло. Смотри. А надо 80... А у нас 89. То есть, этот бак я вообще снести могу. И поставить сюда еще один научный модуль. Господи! Я сломал... Эту... Мозг свой сломал я на самом деле. Сегодня мы, как говорится, отправили первую ракету именно на планету земного типа. Не знаю, что от нее ждать. Возможно, там будет что-то интересное. Кстати, у меня в голове родилась мысль. А что, если это вовсе не Земля? Потому что, смотрите, расстояние от разрушенной планеты до похожей на Землю примерно сколько? Ну, около 30 тысяч километров. А как мы знаем, в Солнечной системе до ближайшей планеты от Земли расстояние измеряется даже не в тысячах километрах. Там в миллионах. То есть, мы находимся не в Солнечной системе. Конечно, разработчики могли намудрить немного с расстоянием. Но в это мало верится. Потому что в игре соблюдено очень много научных, типа, штук. Из физики, из химии. Все эти газы. Все это давление. Оно же не с пустого места взялось. Короче, информации пока не так много. Поэтому не буду делать поспешных выводов. Но одно могу сказать точно. В игре очень интересный и проработанный лор. Который мы с вами будем постепенно изучать. Если вы не знали, то в игре вообще-то есть главный герой. И это искусственный интеллект. Который всей этой колонией управляет. Я пока не углублялся в это подробно, но... Это интересно. Поэтому если вы шарите в лоре Оксигена. Или хотя бы знаете какие-то детали. То прошу вас, делитесь этим в комментариях. Будем все взаимо изучать. Надеюсь, вам это тоже интересно. Так, ладно. На чем я остановился? Короче. На этом будем мы закругляться. У нас в планах очень много дел. Но... Они очень длинные. Нам нужно просто много летать в космос. Изучать отсеки. Изучать отсеки. Изучать... Отсеки. Также изучать планеты. Короче, изучать. И вот я постараюсь так наизучать, чтобы в следующей серии было что вам показать. А не просто изучать. Спасибо огромное всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И вы будете ждать следующей серии. Впереди нас ждет много интересного. А если вы хотите более детально следить за нашим выживанием, то заходите на мой второй канал. Потому что перед тем, как снимать следующую серию, я думаю постримить эту игру некоторое время. И эти самые стримы будут как раз таки на моем втором канале. Собственно, как и обычно. Все ссылки вы сможете найти в описании. На экране есть кнопочки. Нажимайте. А с вами был Стэк. Удачных вам колоний умных дубликантов. Всем пока. Увидимся в следующей серии.